Да нет, все нормально. Проблема была только с одеванием перчаток. Прилепали к рукам, а так все нормально. На входе измерение температуры, дезинфекция рук, выдача масок, перчаток и ручки. Движение организовано так, чтобы люди не пересекались даже в дверях. Несмотря на рабочее время, уже в первые минуты в урнах для голосования появились заполненные бюллетени. Люди были здесь, уже ждали нас. В момент открытия участка люди начали заходить. Вы можете в принципе убедиться, вот люди уже пришли на голосование. Не скажу, что все идет прям большим потоком, но люди идут. Меры безопасности коснулись и членов избирательных комиссий. Все время до пересменки, а это пять часов, они работают в защитной одежде. Неудобно и очень жарко. Во второй половине дня голосование переносят на свежий воздух. Участок номер 42 переехал к торговому центру. Здесь жители района могут проголосовать, не сворачивая с привычного пути домой. Снаружи, конечно, лучше голосовать, так как это безопаснее для здоровья любого человека. Растянутое во времени голосование дает возможность выбрать время, подходящее для визита на избирательный участок. Ждут выдачи бюллетеня максимум два человека. Выдалось свободное время, во-первых. А во-вторых, я в принципе к любым голосованиям отношусь серьезно и постоянно их посещаю. Так считаю, что любой социально ответственный человек должен иметь право высказаться, проголосовать и сделать свой выбор такой, какой он считает нужным. Чтобы горожанам было удобнее, с 26 июля участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Это позволит проголосовать по дороге на работу или на обратном пути. У нас наступили горячие деньки. Шесть дней до 1 июля. Всех мы вас ждем, уважаемые комчайдалы, на участках для голосования. Любой гражданин Российской Федерации имеет право принять в нем участие, как в обычный день голосования. Всего на Камчатке открыто 302 избирательных участка. Из них 179 на берегу, 116 в море и 7 временных в больницах и труднодоступных местах. Закончится голосование 1 июля в 20.00. После этого избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Александра Галдина, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство Камчатка.